Друзья, всем привет на канале Алексей Скова Лайф. Сегодня 1 мая, мы с семьёй в Германии. И на самом деле очень-очень тревожно на душе от того, что понимаешь, что происходит. Об этом каждый день думаем, каждый день смотрим новости, каждый день ждём хороших новостей, видим весь этот ужас, который творится у нас дома, у нас в Украине. Это очень-очень тяжело, очень. И я хотела поговорить вот о чём. Я смотрю, что очень многие мои знакомые, друзья возвращаются в Украину. И какое-то такое ощущение, что всё позади, всё хорошо, мы хотим домой. Очень многие пишут мне, мы вернулись. И я хотела сказать, что лучше этого не делать, лучше на самом деле переждать. И наоборот, тем, кто в Украине, семьям, детям выехать. Потому что у меня совершенно нет ощущения, что всё это конец и война закончилась. У меня есть ощущение, что возможно это затишье перед бурей. И привозить детей сейчас в Киев, в Украину, мне кажется, не стоит. Мне кажется, очень важно, очень важно сейчас сохранить наоборот свои жизни и здоровье. И не мешать нашей армии, не мешать ВСУ делать то дело, которое они должны. То есть, наоборот, я считаю, что лучше эвакуироваться. Я к этому призывала всё это время. Вот я часто думаю о том, что вот то, что произошло в Ирпине, в Буче, в Ворзеле, в Стоенке и в подобных там Макаров. Можно перечислять и перечислять, не говоря уже о Мариуполе, Чернигове, Изюме. То зверство, то количество смертей, коллег, которые остались. Я тогда писала на своём фейсбуке, постоянно писала о том, что пожалуйста, эвакуируйтесь, пожалуйста, вывезите детей. Я писала мне в ответ, очень много было негативных комментариев, меня обвиняли в непатриотизме, что наоборот нужно оставаться в Украине, оставаться с детьми, сидеть в подвалах. Но война это то, когда можно не пересидеть. Когда оккупация, когда эти звери заходят в города и просто творят насилие. Поэтому сейчас, сейчас я считаю, что тоже не факт, что получится пересидеть и нужно продолжать эвакуироваться. Вот я не представляю себе сейчас привезти своих детей в Киев. Вот я себе этого не представляю, как бы меня не осуждали. Может быть и не говорили, что ты не скучаешь. Как это, ты не скучаешь за Киевом? Да, я скучаю, я скучаю по Украине, я скучаю по Киеву. Но когда мне два дня назад позвонила знакомая, сказала, что хорошо, что мы уехали, в наш дом прилетела бомба. И в этом доме погибла журналистка, об этом сейчас очень много новостей. Это в их дом прилетела бомба, в дом моей знакомой. Я понимаю, что в любой момент ты, твои дети могут быть бессильны и быть как раз жертвой такой ситуации. И опять же, вот эта девушка, которая с трёхмесячной Кирой погибла в Одессе, это тоже знакомая моей знакомой. Так получается, что мы в Украине практически все друг друга знаем. Это страна до 40 миллионов населения, она небольшая. Всегда есть знакомые знакомых. И ты понимаешь, когда ты от знакомых, от друзей, которых ты знаешь лично, узнаешь, что это их друзья, их знакомые, они погибли, потому что они не выехали. Они просто не выехали. Вот я хотела сказать, нужно выезжать сейчас, продолжать. Потому что пока война не закончится, мы в опасности, особенно дети. Дети сами не могут принять этот выбор. Они не могут. Дети доверяют нам. Поэтому я призываю продолжать эвакуироваться. И ещё один момент, который я хотела обсудить. Мне многие в комментариях пишут постоянно о том, что нацисты не у нас в России, а нацисты в Украине. Пишут, что у вас фашисты, у вас нацисты. Пишут множество таких вот вещей. Вот у меня очень много подписчиков из России. И я специально веду канал на русском языке. Я не перешла на украинский язык, чтобы меня слышало больше людей. Я решила, что для меня важно говорить не только для украинцев. Для меня важно, чтобы меня слышали и другие страны. И Казахстан, и Белоруссия, и Россия в первую очередь понимала и видела, что происходит у нас. Для меня это очень важно. Вот россияне, я сейчас в данном случае тоже обращаюсь и к вам. И вот недавно мне сказали, у вас в Украине нацисты. И вот я хотела предложить самый простой способ проверки, где на самом деле нацисты и фашисты. В России или в Украине. И где на самом деле диктатура. Вот элементарный способ проверки. Возьмите плакат, точнее бумаги кусок, напишите «нет войне» или «нет нацистам» или «миру мир». Вот любое подобное высказывание. Выйдите каждый в своей стране и посмотрите на реакцию властей. Вот я знаю, что в Германии я могу спокойно сделать такой плакат, выйти и всё будет окей, меня никто не арестует. В Киеве без проблем, ты можешь выйти с плакатом «нет войне». И никто тебя не арестует. Или «нет нацизму» любой такой плакат. И вот вопрос к россиянам. Вы можете вот так, вы можете выйти с плакатом, стать у себя на площади. С плакатом «нет войне», «я за мир», «нет нацизму». И что будет? Вас заберут? Вас загребут в автозак или нет? Вот если вы честно зададите себе этот вопрос и можете проэкспериментировать, я думаю, ответ будет, и не нужно впадать в иллюзии и лгать себе. Если вы боитесь, что вас загребут в автозак, значит нацизм у вас. Потому что ничего нет плохого в слове «нет войне» или «я за мир». Ничего нет плохого. То есть получается, не нужно обманывать. Так вот, мне вчера одна знакомая сказала из Петербурга. У нас все молчат. Все так делают, сидят тихо. Мы ничего не можем сделать. Мы не поддерживаем, но ничего не можем сделать. Так вот, я хочу сказать, что сам Путин никого не убивает. Он один, у него две руки. Это всё происходит с молчаливого согласия вашими руками. Миллионов молчащих. То есть вы молчите, но вы соучастники. Вы соучастники зверств, убийств, насилия. Вы должны это знать, все, кто молчат. Вы должны либо уехать, либо стать с этим бороться. Ну то есть что-то делать, но не молчать. По крайней мере уехать. Да, бросить всё, как бы это тяжело ни было сказать. Я не буду соучастником этого режима. Либо пойти там на фронт. То, чтобы свергнуть ваш режим ненормальный, реально фашистский. И режим убийц. А так вы просто соучастники. Подумайте над этим. Сейчас нужно понимать очень важный момент. Если сейчас позволить агрессору идти дальше, если Украина не выстоит, агрессор Путин залезет на голову и просто изменит весь мировой порядок. Это очень важно понимать. Борьба идёт за ценности, борьба идёт за свободу и за возможность нормально жить на этой планете. Подумайте над этим. Без насилия, без убийств, агрессии и без диктатуры.